В минувшее воскресенье о профессиональном празднике отметили те, кто не мыслит свою жизнь без неба. Представители воздушного флота – летчики, инженеры, диспетчеры, бортпроводники. Следующий сюжет посвящен семье Шараповых. Одни из самых уважаемых специалистов Наринмарского объединенного авиаотряда уже многие годы трудятся на благо родного предприятия. С родоначальником авиационной династии его сыном познакомилась Алина Ваучийска. О чем беседуют отец и сын, когда встречаются после пусть и небольшой, но разлуки? Наши герои обсуждают предстоящий полет. Сегодня тот редкий случай, когда они работают в одном экипаже. Александр Иванович, один из лучших бортмехаников Заполярья и основатель авиационной династии Шараповых, с предельной внимательностью проводит обязательный предполетный осмотр воздушного судна. И вспоминает момент, как любимая внучка провожала в очередной рейс. Она такая смотрела сонными глазами и говорит, дай я тебя поцелую. И вот тут я встал не по себе. Когда экипаж убедился в том, что снаружи винтокрылая машина в порядке, отправляемся в кабину. Перед вылетом необходимо проверить и оборудование вертолета. Ну и здесь основное, что мы должны включить АЗС, да? Анатомия Ми-8 Александр Шарапов, конечно, знает, как свои пять пальцев. Все-таки 32 года работает бортмехаником. Говорит, больше всего любит нестандартные полеты. Обычные полеты, там рейсы или пассажирские, или вахту возить, это как бы немножко однотонно становится. А вот когда получал допуск на строительно-монтажные работы, вышку ставили на Шапкино. Потом эти же работы воспользовались в АРНДе, трубы ставили на емкостях. Разовая работа, но интересная. Творческая такая подхода должен быть. От винта! Наблюдая за влюбленным в свою профессию отцом, Виктор тоже решил связать свою жизнь с небом. Сегодня он в кресле командира воздушного судна. И о сделанном в юности выборе ничуть не жалеет. Небо натянет к себе. И каждый раз, когда поднимаешься, ощущаешь эмоции. Это прекрасная работа. И у тебя работа, когда нравится, тебе приятная идея. Туда идешь, как на праздник. Вот вам медаль 95 лет гражданской авиации. И важно, чтобы неоценимый вклад внесли в развитие гражданской авиации внутри Ненецкого автономного округа. Сегодня Александр Иванович получил еще одну награду за свою преданность небу. В авиапредприятии семья Шараповых на хорошем счету. Ответственные, трудолюбивые, смелые, одним словом, профессионалы своего дела. Один из лучших, если не сказать лучший бортмеханик на сегодня в авиапредприятии с громадным опытом работы. Он является наставником, инструктором. Он подготовил не один десяток бортмехаников. Замечательный человек по жизни. Оптимист, рыбак, охотник. И сделал именно то дело, которое необходимо, наверное, всем нашим сотрудникам делать. Привел в авиацию своего сына. Виктор Александрович сегодня уже тоже командир воздушного судна. Тоже закончил школу, закончил летное училище, пришел в отряд, в родное предприятие и продолжает дело своего отца. Всего же на авиапредприятии трудится 632 человека. Это пилоты, авиатехники, диспетчеры, сотрудники службы авиационной безопасности, отдел перевозок и другие наземные службы. Все они в третье воскресенье августа отметят свой профессиональный праздник – День воздушного флота. Поэтому, если вдруг среди ваших, уважаемые телезрители и знакомых, есть те, кто причастен к авиации, не забудьте поздравить их и пожелать, чтобы количество взлетов непременно равнялось количеству посадок. Алина Ваучейская, Александр Дуркин. Вести. Заполярье.